Там вот креслица стоит, там начнете приседать. Потому что по закону, по уголовно-профессуальному кодексу, сценарист у нас один, председатель суда, а мы актеры в этом. Сенсации не произошло. Судья Люблинского районного суда города Москвы продлил срок содержания в СИЗО до 18 ноября Руслана Костыленкова, Дмитрия Политаева, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова. Четверо других фигурантов уголовного дела группы «Новое величие» Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов остаются под домашним арестом. Конечно, прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения до шести месяцев. Защита и наша подзащитная также возражали против такого ходатайства, поскольку мы считаем, что оснований не было как на предварительном следствии. А учитывая, что данное дело находится за судом уже, сейчас вообще отсутствуют какие-либо основания для продления мер пресечения в виде заключения под стражей. 27 мая 2019 года – это дата, когда можно говорить о том, что следствие завершено и дело нового величия передано в суд. Адвокаты попытались изменить меру пресечения своих подзащитных, но безрезультативно. Теперь, начиная с 4 июня, обвинители должны будут в суде предъявить доказательства вины молодых людей. По версии следствия, подсудимые были последователями оппозиционера Вячеслава Мальцева и создали экстремистское сообщество «Новое величие». Они, ни много ни мало, намеревались совершить государственный переворот, в том числе и силовым путем. Дочь мы лечим. Только вот выписали из больницы недавно. Затяжной стресс у ней, и так это не вытягивается. Это очень долгосрочное лечение. Поэтому мы как можем, как можем, ее вот психолог, ее потихоньку вытягивает. Хочет учиться, заниматься, но никак не получается, потому что все везде запрет. Адвокаты и правозащитники утверждают, что экстремистскую организацию создали фактически сами силовики с помощью оперативного сотрудника под псевдонимом Руслан Д., который издал всю кампанию правоохранительным органам. Требовали провести очную ставку между небезызвестным Русланом Д. и Аней, чтобы выявить все противоречия. В этом нам тоже конституционном праве, между прочим, было отказано. Чтобы он повторил то, что говорил ранее. Да, и также объяснил вот те объяснения, которые он дает в переписке и в уговоры, которые не соответствуют тем объяснениям, которые он дает в ходе допроса. Что он якобы пытался только ее вернуть в чат. Два фигуранта дела, Павел Ребровский и Рустам Рустамов, заключили досудебное соглашение. Рустамова суд признал виновным в пособничестве к участию в экстремистском сообществе. И приговорил к полутора годам условно. Ребровский получил два с половиной года колонию общего режима. Остальные фигуранты дела нового величия категорически против сотрудничества с силовиками. Ни в коем случае я этот шаг не одобриваю, потому что мой сын невиновен и состав преступления никакого не делал. Поэтому даже соглашаться не было речи. Родители фигурантов дела нового величия требуют от следователей закрыть уголовные дела в отношении их детей. Они уверены, молодые люди оказались жертвами провокации со стороны силовиков. Широкую огласку эта история получила после выхода ряда публикаций в оппозиционных масс-медиа. С этого момента на судебные процессы стали приходить не только общественные деятели и правозащитники, но и рядовые неравнодушные граждане. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.